Небольшая площадка, где есть все для успешного выполнения конкурсного задания. Современный станок, компьютер, необходимые детали. Это сегодня здесь шумно и многолюдно. В субботу, в момент проведения самого конкурса, Виктор мог сосредоточиться на работе. Выпускник политехнического техникума и уже сотрудник завода механических прессов сначала победил на региональном этапе конкурса. Теперь российский и 17 виртуальных конкурентов. Но задание, по сути, похоже написать программу на деталь и изготовить ее. Специальная программа есть, которая для станка рассчитывает тарикторию движения инструмента. То есть рисуется, тарикторию сами расписываются в этой программе. Это все заносится в станок, деталь устанавливается и уже станок сам ее делает. За процессом наблюдало жюри онлайн. От самого начала до этапа упаковки деталей в этот небольшой ящик. Сегодня его отправят в Москву, где уже зрелые профессионалы будут определять победителя национального конкурса. Наставник Виктора, говорит, волновался, пожалуй, даже больше самого фрезеровщика. Чертежи нам приходят перед конкурсом за, грубо говоря, перед выполнением задания за 5 минут. У него есть 10 минут всего на ознакомление. И далее 4 часа на выполнение данной работы. Теперь все позади. Остается дождаться результатов. Кстати, в Министерстве образования и науки региона утверждают, что с каждым годом количество участников регионального чемпионата и тех, кто выходит в российский финал, растет. Глядя на своих товарищей металлообработкой, желают заниматься и другие юноши. К тому же фрезеровщики и токари очень востребованы нашими алтайскими предприятиями. У нас по расчетам численности не хватает 26 операторов-наладчиков станков ЧПУ. Конечно, мы заинтересованы. Некоторые ребята покидают наши регионы. Это еще зависит от уровня заработной платы. Но наши предприятия стараются наших выпускников не обижать. Это и подъемные, и иные меры социальной поддержки. Это и помощь в получении высшего образования. Финалист российского чемпионата молодые профессионалы Виктор Рейзе покидать Алтайский край пока не планируют. Свои 21 он уже три месяца трудится на заводе механических прессов. Работает по специальности. Пока всем доволен. И надеется, что итог конкурса тоже порадует. Кстати, призеров ожидает хорошее денежное поощрение от 20 до 40 тысяч рублей. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.